здравствуйте приветствую и очень рад что так много людей собрались и в принципе говорим о том о чем говорит весь мир сегодня на блокчейне как это можно использовать бизнес и как это можно как это меняет парадигму выжить дневную жизнь и не жаль что с государственного сектора очень мало тут представители несмотря на то что по фейсбукам очень много по постов пишут там где написано примеру блокчейн много из госчиновников пока все еще не понимают что такое блокчейн а некоторые которые может быть не понимают они они реально угрозу видят видят угрозу что их не позиции их не бюрократические должности завтра послезавтра не будет и реально это есть как бы решение тех к той головной боли который вокруг нас это есть это не знаю там коррупция бюрократия многое-многое что происходит блокчейн днк начала эволюции рождения новой галактики реально сейчас вокруг нас на рождается новая галактика одно что эта галактика рождается в частном секторе да не знаю там очень много тут представители банковского сектора финтек и так далее но самая большая революция я думаю произойдет как раз государственном секторе и почему потому что фактически государство меняет полностью свою функцию функция которая до сих пор у него была у него был некий эксклюзив на некоторые услуги потому что государство была третья сторона которая регистрировала или же которому мы доверяли где мы хранили государство был неким архивом где мы хранили очень много данные но в будущем уже используя используя это реально сейчас происходит уже во всем мире началось этот процесс будущем государство как раз будет терять и эту роль тоже которая у нас есть об этом очень часто говорят на разных конференциях я думаю что это как раз то что обязательно произойдет не это не будет зависеть от политической воли потому что до сих пор когда мы говорили о реформах мы всегда упирались в одном большом проблема в одном проблеме чтобы мы всегда говорили что нету политической воли если нету политической воли как мы можем что-то реформировать как мы можем менять как мы можем примерно упрощать регистрацию имущества как мы можем примеру там не знаю там упрощать регистрацию компании как мы можем упрощаться выдачу разных лицензий разных процедур которые есть у государства как мы можем более эффективно менеджить налоговую систему и так далее, если нет политической воли. Вот как раз блокчейн – это технология, которая фактически вот эту парадигму меняет, который не будет уже говорить, что нет политической воли, потому что вот этой сети блокчейн не нужна политическая воля. И как раз нам просто нужны маленькие ключики, как мы открываем некую маленькую часть из государственных секторов, который нам даст возможность сделать каннибализацию, disruption всей системы, всей бюрократичной коррупционной системы, которая там есть. И вот эта огромная бюрократичная коррупционная система фактически становится огромным бизнесом, огромным бизнесом для частного сектора. И как раз блокчейн ДНК, который фактически говорит о том, что мы сейчас переходим на transaction-based экономику, на экономику, на которой, где самая главная транзакция, и через транзакции можем абсолютно все высчитывать. Как раз вот этот ДНК нам дает возможность, чтобы система полностью менялась. Исходя от использования этих технологий, развивается очень много разных как бы новые системы, новые возможности. Через Big Data, к примеру, через IoT, через Mobile PC Devices. Вот, к примеру, Big Data в налоговой системе, думаю, что через несколько лет повлияет на то, что если мы на блокчейне построим, у нас сразу появится Big Data, и это повлияет на то, что вообще полностью можно будет менять налоговую систему. Сегодняшняя налоговая система, которая у нас есть, это как бы налоговая система, которая была построена в те времена, когда была только бумага, карандаш, и писали там в каких-то книгах, кто сколько должен заплатить, и кто сколько налогов должен платить потом государству. И единственная возможность для этого были специальные, не знаю, там бумажки или специальные журналы, которые бухгалтеры как бы создавали для того, чтобы потом аудировать или мониторить, кто сколько заплатил. В будущем этого не будет. В будущем будут большие Big Data, где через транзакции мы будем автоматически платить налоги. Это значит, что нам не понадобится никаких аудиторов, нам не понадобится никаких бухгалтеров, нам не понадобится головной боли и геморрои, кто платит, кто не платит налоги. И фактически вся эта система будет автоматически работать. Большой взрыв блокчейна как раз новая парадигма. Государство как нация перейдет как бы более горизонтальной сети городов. И очень много уже говорят о том, что государство будет терять свой вот такой централизованный монопольный, монопольные функции, которые сегодня есть, и все больше и больше города будут развиваться. Бюрократизированные коррупционные системы будут переведены в децентрализованные проектные сообщества. Центробанки перейдут в децентрализованные криптовалюты и криптотехнологии. Чиновничная монополистическая власть перейдет в государство как страховой агент. Единственная роль, которая будет у государства, это будет создавать правила игры на этой рынке и с другой стороны выступать как страховой агент какой-то системы, чтобы там мониторить, чтобы все правильно происходило. Остальное государство как сервис-провайдер фактически исчезнет вокруг нас, и сервис-провайдерами станем мы все абсолютно. И вместо одного индивида будет очень много индивидов, которые в этой системе есть. И как раз через вот эти системы создается огромная галактика, галактика блокчейнов, которые фактически будут автоматически обслуживать нас каждый день. И это как раз галактика, огромная возможность для бизнеса. Если банковский сектор всегда сегодня считает, что только для них финансовые транзакции и бизнес, в будущем для них параллельные бизнесы появятся, и некоторые смарт-банки, к примеру, начнут дополнительные услуги предлагать гражданам или бизнесам и так далее. Там разные процедуры, которые нужны им для того, чтобы бизнес начинать или что-то сделать. И мы через вот эту галактику полностью будем менять. Тут там только четыре направления, но в будущем абсолютно все будет меняться. Самое главное, мы еще раз должны подумать, как все это происходило, как эволюция происходила. И я думаю, что Украина очень интересный пример для этого. От централизованных и ГОВ-решений мы уже переходим к распределенному подходу ГОВТЭК. Вот этот слайд интересно показывает эволюцию, которая произошла в том числе в Украине. К примеру, там система электронных закупок, которая существовала в Грузии, есть сейчас в Грузии, есть в других странах. Это была централизованная система, в том числе в Украине, где база данных и фронт-интерфейс, юзер-интерфейс принадлежала государству, как бы моноблок, который принадлежал государству. В 2014 году, когда мы начинали активно участвовать в украинских реформах, наша команда, мы как бы уперлись в проблему, что государство не сотрудничало с нами. Министерство экономики или другие не хотели просто делать эту реформу, так что надо было придумать какое-то новое решение и скопировать вот этот моноблок, который сейчас в Грузии есть. Невозможно было. Именно исходя из этого, мы привлекли частные компании, может быть, некоторые из них как раз сегодня в этой аудитории тоже есть, которые начали развивать юзер-интерфейсы. И мы оставили тогда у государства на второе поколение моноблок, а государство как бы держало центральный сервер, а юзер-интерфейсы начали развивать частные компании. И сегодня система Прозора, которая, к примеру, работает как раз вот в этом, как бы второе поколение, считается одним из самых продвинутых реформ в стране. Почему? Потому что как как раз частные компании, частный сектор тоже активно участвует. Они развивают тоже вот этот юзер-интерфейс, где эти тендеры идут и так далее. Но мы посмотрели, что как раз вот эта вторая версия тоже была очень серьезная проблема. Почему? Потому что некоторые апдейты или же апгрейды, которые нужны системам, все равно очень медленно происходят. Потому что эксклюзивный монопольный владелец баз данных все равно государственная компания, государственный сектор. Именно тогда мы нашли технологию блокчейн, через чего вместе с дистрибьюти-клапой, с разными партнерами мы создали уже вот систему электронных аукционов. В центре уже стоит юзер, а не государство, где нету никаких централизованных баз данных, где нам не нужны департаменты и серверные инфраструктуры, которые должны развивать государство, где нам не нужны никакие IT-специалисты, не знаю, там громадные отдельные контракты с IT-компаниями, которые будут обслуживать эту систему со стороны государства. И самое главное, где нету возможности для манипуляции. Вот это самое главное. Но несмотря на это, несмотря на много чего, что вокруг нас происходит, у нас все равно в этой глобальном мире есть огромный парадокс. И парадокс состоит в том, что у нас есть Brexit, у нас есть, как бы, Трампа выбрали, президента, который с мигрантами борется, и плюс, с другой стороны, есть Путин, который, не знаю, там, хакингом занимается, разных баз данных и так далее, и плюс там активно хочет там взорвать разные ситуации или же воюет против Украины и так далее. Так что, несмотря на то, что технологии развиваются вокруг нас, это не значит, что мы очень хорошо, как бы, все хорошо в мире, да, глобальный мир вместе с этим огромные проблемы тоже дает. Именно из-за этого мы думаем, что если проанализируем последнее время, последние несколько лет, к примеру, прокремлевские кибератаки очень активно произошли в 2007-м там на Эстонию, в 2008-м на грузинские баз данные, да, и в 2009-м Facebook, Google, Twitter очень активно были под атакой, да, и в 2014-2016-е там Украина, Германия, Франция, Италия, и даже сегодня, не знаю, там, в Америке топ-тема состоит в том, что как российские хакеры повлияли, не знаю, там, на выборочные, предвыборочные компании и так далее. И исходя из этого, что мы, в принципе, хотим сказать, что исходя из этого, блокчейн не только решение для того, чтобы новые системы развивались, но блокчейн самое главное решение как раз для таких кибератак и для таких огромных проблем, которые в мире сегодня есть. И новые вызовы, которые, исходя вот этих кейсов, если мы анализируем, сегодня есть, как раз в первую очередь защита персональных данных, защита целостных данных от манипуляций, защита инфраструктуры от кибератак, да, возможность легального доступа к данным, дебюрократизация процедур и возможность развития рынков цифровой экономики. Так что у нас есть два выбора. Или мы, исходя из вот этих глобальных парадигм, просто отказываемся от технологического развития и обратно возвращаемся в старую эпоху, где у нас каменную эпоху, где у нас нет никаких электронных возможностей, где мы все есть на бумаге, или же, не знаю, там даже на камне все абсолютно пишем, или же как раз мы думаем о перспективе, как бороться против того огромного, про огромные проблемы, которые будут в будущем против, как бы противостоять нас. И вот давайте просто смоделируем, да, сегодняшние системы, которые в государственном секторе есть, очень просто их побороть, да, к примеру, там, вот это с правой стороны российские хакеры, да, которые хотят взорвать, не знаю, налоговую систему Украины, да, они пошли на атаку, там, центральный сервер нету, там, бэкап сервер нету, и все, система остановилась. Никто налоги не может платить, никто ничего не может в Украине, не знаю, там, можно, и такие системы очень много, да, не знаю, там, реестры могут не работать в какой-то момент, реестры и так иногда не работают, несмотря на то, что там нету постоянной российской атаки, но все равно, в случае коллапса одного из этих систем, на фоне общественного недоверия, присутствия многих провокаторов, авантюристов, есть вероятность обострения ситуации. Это кризис есть не только в Украине, это такая возможность есть в Грузии, абсолютно во всех странах, да, и когда у нас вокруг сейчас все еще не используется система блокчейн, есть, как бы, централизованные, как бы, системы, да, эти системы победить очень просто. В будущем, наверное, страны все больше и больше будут использовать кибератаки вместо, как бы, вооруженных сил, потому что вооруженные силы, как бы, дороже стоят, и виднее, что там есть атака. Через кибератаки там надо еще говорить, что кто-то кого-то атаковал, и человек, гражданин, который живет, пример, в Украине, это не видит, да, кто на меня напал, российский танк или, не знаю, там еще что-то еще. Вот посмотрим в случае блокчейна, что можем смоделируем, что может произойти. Такая же атака тоже может произойти и на систему. Эта система убьет один из, одного из, как бы, ноудов, да, одного из участников в блокчейне, но система все равно будет работать, и в случае, как бы, через некоторое время, без проблем даже это, как бы, вот эта часть, где была атака, без проблем можем обратно вернуть свой сервис. Почему? Потому что, потому что там самое главное, что вот когда убивают центральную систему, проблема номер один состоит в том, что мы не знаем автентичные данные, вот какие были автентичные данные, да, реальные данные, на что можно с нуля базироваться. Мы не знаем, какие транзакции до того были, кто чего покупал, к примеру, кому принадлежало имущество, и откуда эти данные взять, уже не знаем, потому что не будет центрального сервера. В этом случае, когда у нас есть некая ДНК, как бы, через блокчейн абсолютно всех транзакций, мы без проблем можем воссоздать заново всю эту систему. Как раз из-за этого, я думаю, мы думаем, что сегодня надо очень часто говорить государственному сектору не просто о том, как это упрощает только, как бы, процедуры в государственном секторе и электронном управлении, но самое главное, как раз говорить, что в сегодняшнем глобальном мире, где очень много кризисов, очень много войн, очень много атак и очень много кибератак между странами уже, страны уже подключены во всем этом. Блокчейн – это возможность для того, чтобы, блокчейн – это возможность как раз для того, чтобы фактически создать безопасную систему во всех странах. И еще один компонент, на что мы тоже активно работаем сейчас, что блокчейн – это возможность, чтобы не одна страна, один отдельно работал на какую-то систему, а создать уже межстранные, так сказать, региональные инициативы. К примеру, если делаем блокчейн-аукционные системы, это может работать в Грузии, в Украине, в Молдове, в других странах. Они просто могут присоединиться, они должны создавать новые системы, потому что они тоже будут свою копию этих данных иметь. И, конечно же, в будущем уже смарт-контракты. У меня вышло время, я об этом уже не буду говорить. Большое спасибо. Мы решили, что мы не будем брать время на вопросы. Продолжайте, пожалуйста, Георгий. Нет, нет, почему. В самом конце хочу просто сказать о том, что, думаю, что через сегодня, полтора года назад, когда мы начали работать над блокчейн-аукционами, в Украине и гофтех направлении, фактически все говорили, что это блокчейн вообще, причем это для госсектора. Сегодня фактически абсолютно весь мир, и по всему миру есть очень много обсуждений, и весь мир говорит, что это изменит полностью государственный сектор. Самое главное, что частный сектор должен увидеть свой интерес и свою финансовую заинтересованность, как сделать disruption вот этого огромного монопольной системы, монопольных систем, которые есть под государственным сектором. Так что в будущем у нас будет, с одной стороны, быстро развивающаяся некоррумпированная система, и второе, самое главное, что в будущем у нас будет намного больше защищенная система, атаковать которого не будет иметь смысла, потому что невозможно убить абсолютно огромную вот эту сеть ДНК. И самое главное, блокчейн – это как раз возможность записать ДНК любых транзакций, это значит, что если даже человек умирает, через ДНК все равно можно идентифицировать, кто этот человек был, и какие, к примеру, родственные связи у вас были с человеком, который, не знаю, 400-500 лет назад умер. То же самое в случае блокчейна, потому что все транзакции, если в этот ДНК есть, как раз можно все это анализировать и без проблем найти все абсолютно процедуры. Большое спасибо.